Привет всем! Я тут выступала с лекцией, и мне задали очень хороший вопрос. Я решила записать ответ на него тому, кто мне задал вопрос, и заодно выложить его на канале. Вопрос следующий, даже два вопроса. При школах буддизма существуют высшие образовательные учреждения. Вот эти учреждения дают светское образование или религиозное, своего толка или общего буддийского. И как устраиваются выпускники, которые не дети священников, если должности в храме передаются по наследству? Ну, для начала, про высшие ученные учреждения. Во-первых, для того, чтобы стать священником, никакого высшего образования не нужно. Ну, я имею в виду, для того, чтобы стать настоятелем храма. Что нужно, это религиозное образование, которое не дается в этих университетах. Оно дается в главных храмах школ, ну, или еще каких-то храмах, которые специально для этого предназначены. Ну, можно даже сказать, в монастырях. Хотя в японском, опять же, языке особо храм и монастырь, как бы, ну, тоже не особо различаются. Но, тем не менее, вот люди туда отправляются, они там проводят какое-то определенное время в разных школах по-разному. И после этого они уже готовы стать настоятелем. А вот высшие учебные заведения, которые тоже бывают при всяких буддистских школах, иногда даже при очень крутых храмах, это совсем другое. Это просто нормальные университеты, которые предназначены для того, чтобы получать высшее образование. Буддистского в них, ну, бывает по-разному. Как правило, если это все-таки религиозное заведение, и оно имеет какую-то связь с храмом, со школой буддистской, то, понятное дело, у них есть какой-то, ну, какой-то один хотя бы факультет, который отведен под религиозное образование. Но это или теология, ну, что-то вроде, там, буддистская философия, это может быть просто очень сильная кафедра, там, религиоведения, эндология тоже, потому что санскрит нужно учить для того, чтобы читать сутры в оригинале. Вот это все там может быть. Конечно, если вы поступите в такой университет, то вы обнаружите, что многие ваши, ну, многие ваши друзья, товарищи являются священниками, или они дети священников, из священнических семей, это вполне понятно. Часть, ну, большая часть из них будет как раз на вот этих религиозных специальностях, но совсем не обязательно. Некоторые могут на каких-то факультетах, которые к буддизму не имеют отношения. При этом совсем не обязательно священник должен, или, ну, ребенок священника, сын священника должен идти непременно в буддистский университет. Он может пойти в любой университет. То есть я, например, закончила государственный университет, университет Тахоку, и у нас на религиоведении было, ну, довольно большой процент учащихся и преподавателей были монахами. Но у нас еще рядом была эндология, с которой у нас были очень тесные отношения, и вот там подавляющее большинство и преподавателей, и учащихся были как раз священниками. Что вполне понятно. Хотя университет абсолютно не буддистский. Даже может быть так, что университет, например, принадлежит какой-нибудь христианской общине, вот есть христианские университеты, и там тоже могут учиться, представьте себе, буддисты. Ну, в смысле, буддистские священники. Тоже могут учиться. По разным причинам. Зачем это делается? Ну, во-первых, как я сказала, совсем не обязательно иметь высшее образование, полученное где угодно, хоть в буддистском университете, хоть не буддистском, для того, чтобы стать священником. Но, если у тебя есть высшее образование, то это, конечно, плюсик к твоей карьере. То есть, скажем, если ты просто настоятель и просто получил религиозное обучение в каком-нибудь храме на горе Хеи или еще где-нибудь на горе Коя, то, в принципе, твой потолок – это все те же похороны в твоем личном храме. Но, если у тебя есть степень по буддистской философии, то ты можешь ее преподавать, ты можешь какие-нибудь устраивать публичные лекции, ты еще что-нибудь можешь делать. Ну, и, соответственно, также не помешает какое-нибудь экономическое образование, юридическое образование. Далеко не все священники занимаются исключительно буддистской философией или эндологией. Я даже знала одного священника, который закончил университет по классу немецкого языка и немецкой культуры. И вообще-то хотел их преподавать, но вообще не представлял, как это совмещать все вместе. То есть, буддизм и немецкий язык. Ну, и такое бывает. Вот. А это что касается образования священников. Теперь, как у нас устраиваются те несчастные, которым не повезло родиться в семье священника, а хочется стать священником? Ну, как они устраиваются? С трудом. Нет, на самом деле, вообще, сразу скажу, есть такая парадоксальная ситуация. По-моему, в любой школе буддизма, я не знаю, если у кого-то этого нет, я слышала, по-моему, изо всех школ. Что у нас, с одной стороны, огромное количество храмов, которые стоят пустые, без священника, некому ими заниматься. И, с другой стороны, у нас огромное количество несчастных священников, которые не имеют своего храма и вынуждены там ютиться у папы. Так вот, почему так происходит? Так происходит, потому что вот эти храмы, которые остаются без священников, они находятся где-нибудь на отшибе, в какой-нибудь глубинке. И быть настоятелем такого храма, вообще-то, не очень прикольно. Это сложно, у тебя не хватает всегда денег, у тебя, ну, ты страдаешь от депривации, потому что вокруг никого вообще нет, кроме бабушек, дедушек. Если ты молодой, то тебе, конечно, это не очень приятно. Ну, вот такая вот проблема. Но, если ты из семьи священника, то как раз у тебя есть выбор. Допустим, тебе предлагают вот такое назначение, и, во-первых, тебе сразу говорят, эээ, не надо туда, там вообще глухая деревня. Это, во-первых. Во-вторых, ты можешь остаться при храме своего отца, и, там, допустим, если ты, ну, второй по счёту, да, то есть, вот, допустим, твой старший брат, он займёт место отца, а вот ты второй сын в семье. То ты можешь ему помогать, потому что всегда нужны руки в хозяйстве, особенно если храм большой, и ждать, когда же у тебя что-нибудь лучше подвернётся. И, понятное дело, при этом ты будешь говорить, что вот, я такой несчастный, у меня нету храма. Но, если ты являешься таким абсолютно ни с кем не связанным, абсолютно новым священником в первом поколении, то у тебя нет такого выбора. И поэтому, скорее всего, ты как раз рискуешь поехать в такой храм. Тебе его будут предлагать, наверное, ну, сразу же. Я много встречала именно в всяких заколустных храмах людей, которые были священниками в первом поколении, или, вот, например, у них отец там в первом поколении, они уже второе поколение. Достаточно распространённо. Я подозреваю, что именно потому, что они соглашаются хоть на что, хоть на такой храм, но лишь бы получить назначение. Тем не менее, есть и такая ситуация, когда человеку назначение просто не дают по какой-то причине, потому что какой-то странный. Такие случаи я тоже знаю. Очень тяжело с монахинями, потому что многие из них не получают назначение, долго его ждут. Ну, тоже, если получают назначение, то это тоже куда-нибудь очень далеко и в какое-нибудь не самое престижное место. И такое тоже бывает. Ну, вот, вот такая у нас ситуация. Ответила на вопрос, надеюсь. Всегда рада получать вопросы. Спасибо, спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok